Друзья, всем привет! С вами Леся. И сегодня у нас будет небольшое видео с солянкой. Я бы так ее назвала, сборная солянка, потому что здесь будет всего понемножку. Покажу небольшие покупки, которые не показала вам бюджетные. Будет расхламление, пустые баночки, возвращение расхламления. В общем, всего по чуть-чуть. Давайте приступим. Первое, что хочу показать, вы помните, я расхламляла вот этот вот продукт от Элизабет Арден подсолнух. Я говорила о том, что он очень жирный, похож на мазь, плохо распределяется, впитывается и так далее. То есть он для сухой кожи, для нормальной такой вот нет. Я хотела его отдать, но буквально через 2-3 дня после того, как я показала этот продукт, у меня жутко начала сохнуть кожа. И мне муж говорит, так возьми свой тот крем, на который ты ругалась, и мажься им. Я его достала, начала им пользоваться, и он у меня прям на сухую кожу зашел отлично. Когда кожа зудит, когда кожа прям, знаете, вот требует, я прям много-много наношу, и она впитывает, поглощает его. Из этого я делаю вывод, действительно, что он только для сухой кожи, вот когда кожа сохнет, это спасение. Но когда кожа нормальная, он не подойдет. Я его возвращаю, буду пользоваться до конца. Хотелось вам показать, что он все-таки от меня никуда не ушел. Из покупок было приобретено для ребенка от Бюбхен детские шампуники для душа, 2 в 1 сладкая малина. Первый раз, по-моему, что-то от Бюбхен берем. Не было нашего любимого Бабилайн. Честно говоря, ребенку не понравился аромат, слишком химозный и навязчивый. Ну, так вроде пользуемся, можно использовать. Когда были в Ашане, никаких косметических покупок мы не делали, кроме одной. Муж захотел попробовать от Космия Baby Body & Hair. То есть гель для мытья волос, для тела. В принципе, фирма Космия хорошая. Попробуем для ребенка. Тут еще такой огромный объем, 750 мл. Вот такая вот была покупка. Следующее. В журнале Лиза был вот такой вот бальзамчик. И сразу хочу вам сказать, если вы ищете, он от 6 марта идет. Если вы ищете вот журналы с вложениями, девчонки, ищите именно в киосках. Потому что в магазинах, в Ашане, куда мы еще ходим, в Перекрестке, все они распечатаны без наполнения. А вот именно в киоске лежат с наполнением. Стоимость его 110 рублей. И вот такой вот бальзамчик для куб. Уникальная формула. Лиза Бьюти, черничный дайкери, масло ши, масло кокоса, масло миндаля. Так что, если вам интересно, обратите внимание. Ну, думаю, в принципе, неплохое, да, вложение. Это делает у нас Галант Косметик М. Не знаю, что это такое, но Москва написано. Еще вот такое было приобретение. Хотелось вам показать, рассказать. Они еще ищете журналы в наличии, хотя они от 6 марта. Сейчас уже 14-е, но вот муж буквально пару дней назад мне купил его. Так что, да. Следующее, что я хочу вам показать, это расхламление. Девчонки, я очень расстроена, потому что здесь такое вот прям жесткое несочетание, жесткое несовпадение, очень жесткое несоответствие цены и качества. Потому что вот эта вот пудра новогодняя от Кика Милана, она, извините меня, стоила, как какой-то недорогой люкс по скидке можно приобрести. Я очень расстроена. Это у меня Holiday Game, 0,1 оттенок, White Chocolate. Я на нее очень рассчитывала. Хорошо, что у меня есть что-то в запасе из пудр. Вот всегда мне надо иметь пудровый запас, хотя бы 2-3 пудры, чтобы были, потому что они у меня летят очень быстро. И чтобы я знала, что у меня есть на кого рассчитывать. Значит, что по этой пудре? Ну, я как обычно беру кисть, да, хочу так набрать. А она не набирается от слова, вообще не набирается. Я и так, и так, и так, и на кисти ноль ничего. Она как камень, вообще, как просто каменюка какая-то застывшая. Я думаю, ну как же так? Я уже беру кисть, то есть не вот так вот, как мы набираем, вот так вот прикладываю, давлю на кисть, и чтобы хоть как-то расшевелить эту пудру, неважно, снимете вы какой-то немножко слой, не снимете, все равно она не будет набираться. Вот только ее чем-то царапать. Когда я ее нанесла, девчонки, только впечатление, что на лице мука. Как будто бы на лице мука, или песок, или штукатурка. Не то, что она вам все подчеркнет, чего нет на самом деле, просто видно пласты, слои этой пудры. Хотя там вы один раз взмахнете кистью, да. Я такого эффекта, реально жесткого, я давно не видела. Хотя вот у меня были пудры, да, там Пани Валевска, Айр Спун, которые видно реально на лице было. Но по сравнению с этим, то можно было сказать, хорошие пудры. Это ужас. Я думаю, может она усядется. Бывает такое. Вы наносите пудру, она немножко усядется, и как бы сродниться с вашим лицом, ничего подобного. Так и будете ходить. Вот с таким вот пластом, с такой вот маской. Прям ужас. Это такое все неоднородное на лице, кошмар. Этим вообще пользоваться. Нельзя это продавать незаконно. Серьезно. Она светленькая такая. У нее вообще очень какое-то такое... Вроде чувствуешь лайтовое покрытие. Как она может делать вот этот вот эффект? Я не знаю. Я ее расслабляю. Попробую дать своей знакомой. Может быть, ей подойдет. У нее не такая кожа, как у меня. Может быть, ей подойдет. Может, она как-то чем-то будет по-другому пользоваться. Не знаю. Может, это для другой кожи какой-то идеальный. Или что. Ну, в общем, она просто отвратительная. Девчонки. Я знаю, что она еще есть в продаже. Но это просто ужас. Реально даже обидно. Не должна себя пудрить за такие деньги. Так себя вести. Ну, вот я перед этим использовала Элиан. Которая стоила 600 рублей. По скидке на рубли 400. Так она по сравнению с ней... Да, у нее нет такого там корпуса хорошего. Она просто божественная по сравнению с этой пудрой. Ну, серьезно. Вот так. Из пустых баночек использовала я мицеллярную водичку Matisse. Честно говоря, вот здесь 30 миллилитров. Скажу вам, как есть. У меня где-то вот так вот оставалось. Ну, вот так вот. Я просто перелила вот эти вот остатки в большую бадью с мицеллярной водой другой. Потому что то и то мицеллярка. Я знаю, что вот это вот немножко мне все равно не хватит. Что по факту. Матисс Марка Дорогая. Эта мицеллярка, она снимает макияж. Ну, посредственно. То есть, нужно возиться. Нужно там вот по несколько раз диски менять. Их мочить и снова стирать, стереть. То есть, не соответствует. Может, она, да, она какая-то мягкая. Да, она не печет глаза. Ничего такого нет. Но она снимает макияж посредственно. Особенно, если вы носите подводки, шиммеры и так далее. Только для нюдового макияжа, тогда да, она не будет вам щипать глаза. То есть, понимаете, мне где-то больше 20 мл потребовалось, чтобы смыть макияж с глаз. Я считаю, с лица, с глаз вообще полностью. Я считаю, это многовасто, честно говоря. Осталось совсем чуть-чуть, чего она будет стоять одиноко. Я, в общем, ее в хорошую мицеллярку пахнула, которая рабочая, 100%. И, в общем, ну, да, пользую. Так что, да, я считаю, что я бы не купила полный размер. Есть что-то лучше и за более бюджетные цены, а за эти цены так тем более есть что-то лучше. Ну, она не щипит глаза. Закончился у меня тональный крем от Vivienne Sabo Cabaret Premier. Это у меня оттеночек 0,2. Пользуюсь подряд. Таким тональным кремом. До этого был у меня 0,3. Он с таким более розовым потоном. 0,2, видите, он такой нейтральный. Нейтральный. Тут розового потона нету. И на лице он смотрится, он хороший, мне понравился. Он сравняется с кожей. Нету какого-то особого потона от него. То есть он прям реально как ваш тон кожи. Хотя у меня, конечно, не такой цвет. Я люблю всегда с розовым потоном. Боялась, что здесь немножко я вижу беж и он мне не подойдет. Но нет, он прям такой светлый, универсальный. Его не видно на лице. У него среднее покрытие. Хорошо распределяется. Кожа его отлично принимает. Классный тональник. Использовала вот второй подряд. Мне понравилось. Что тут кривить душой. Хорошее средство. Хорошо с ним работать. Я просто покупала в прошлом году, прям год назад. Два сразу. Но при этом у меня был тональник в ходу. Один, пока я его использовала. Потом у меня на очереди стоял вот сифары. Я его использовала. Потом использовала третий тон. И сейчас второй тон использовала. Буду ли покупать? Возможно, буду. Если меня Vivienne Zabot заманит супер какими-то классными акциями с подарочками. Конечно же, почему нет? Просто сейчас у меня есть новый тональник от Estee Lauder. И есть тональник от L'Oreal. Поэтому вот прям сейчас бежать мне за ним смысла нет. Но он мне понравился. Использовали мы с дочкой. Такой вот аромат. Huga Boss Olive. Он нам очень понравился. Он такой приятный, девочки. Он такой девчачий. Такой нежный. Такой вот для меня это какие-то кремовые цветы. Я слышу здесь кремовую какую-то нотку. Я слышу здесь цветы. Какие-то такие нежные, розовенькие. Которые, так знаете, нежно благоухают. Очень девчачий. Очень нежный. Очень приятный. Ненавязчивый. Такой он кайфовый. Нам прям очень понравилось. Мы нанесли на себя и кайфовали. Пошли гулять в торговый центр. Классный, классный. Вот знаете, если будут какие-то акции от Huga Boss, я задумываюсь о том, чтобы его приобрести. Потому что я с ним ходила целый день. И только позитивные у меня эмоции были. Вызвал он. Так что да. Девчонки, это все, что хотелось вам показать, рассказать. Все. Всем вам хороших выходных. Хорошего воскресенья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok